Всем привет! Вот и закончилась серия ролика про перевод новостей WCTR в GTA San Andreas. Надеюсь, они еще наберут свои просмотры в будущем. А сейчас я хочу показать вам некоторые секреты, которые можно заметить из новостей. Несколько раз в выпусках говорится о закрытых мостах из-за землетрясения. До событий игры в штате произошло землетрясение, которое полностью разрушило район Доггерти и старый мост Гарвер, чьи останки мы можем видеть в игре. Это отсылка к землетрясению 1989 года в Сан-Франциско. Собственно, вот и причина, почему доступ в другие города в начале игры на некоторое время закрыт. В первом выпуске говорится, что мой Догг запустил свою линейку одежды. И это сущая правда. Зайдя в один из магазин WCTR, открывающийся после приезда Карлова в Лас-Авентурас по сюжету, вы можете купить футболку с логотипом рэпера. Во втором выпуске говорится про поп-звезду Кроу. В серии действительно есть такой певец, чью биографию можно было бы прочитать на сайтах обоих сторисов, если бы они не накрылись метным тазом. Зато осталась инфа с GTA-вики и официальный сайт артиста. Чувак с нечтостью Курта Кобейна вместе с двумя своими друзьями устроил группу The Ambulance, которая по названию и по первому альбому пройдет группу The Police. Получая 80% гонораров группы, сварил из нее и в 92-м украшал приварить карьеру, а в 98-м дал интервью на радио. И в 2008-м устроил концерт в Иране. В третьем выпуске говорится о продажах правительством оружия в Латинскую Америку в обмен на наркотики. Можно предположить, что к этому причастен Майк Тарена, так как в игре он занимается наркобизнесом под прикрытием в локосиндикат, в котором есть один значимый латинос по имени Тибон, но нужно больше доказательств. В седьмом эпизоде некого Джимми забирает полиция. В GTA Vice City была реклама шоу Just the Five of Us, где как раз и снимался это Джимми. Шоу является пародией на американский сериал 80-х Just the Ten of Us. На одной из передач говорится, что радиостанция вещает из-за Вайнвуда. К сожалению, точное местоположение не указывается, да и никаких намеков на него в районе нету. Зато в соседнем Малхоунд я нашел аж три средних и одну большую радиовышку. И только возле одной было здание, похоже на офис, а не частный дом. Так что, скорее всего, это есть офис WCTR. Оно же было показано в восьмом выпуске новостей, в котором говорилось об убийстве гостем ведущего. Это, кстати, реально было в одной из передач. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В итоге гостя посадили на 15 лет, и в GTA 5 он уже ведёт своё шоу на ТВ. Где все? Джек вернулся! Если кто-то играл в Liberty City Stories, то он помнит те принудительные новости по радио, появляющиеся по мере прохождения сюжета. ЛИБЕРТИ СИТИ Так вот, ведущей из тех новостей тоже озвучила Шарон. Поскольку в игре нигде не упоминается имя ведущей, можно предположить, что Лиан к 98-му году переехал в город Свободы. Ричард же вообще был уволен после репортажа из беспорядков в Лос-Антосе, и тоже переезжает в Liberty City. На Liberty City Freedom Radio в передаче Электрик Зону можно услышать его звонок. Кстати, оба ведущих имеют свою звезду на аллее славы в GTA 5. На сегодня у нас всё. Если вам понравился видеоролик, поставьте лайк, включите колокольчик и подпишитесь. С вами был Никита Форостенко, да вы ЮСити Арм Ньюис. Дальше будет лучше. Я обещаю. Субтитры сделал DimaTorzok